Здравствуйте всем с вами Стокер, решил снова снять видео про Яндекс Алису, вышло новое обновление и теперь это Яндекс Алиса может с вами поиграть. Ну и давайте эту функцию и посмотрим. Алиса, давай сыграем. И вот видим перечень игр, которые она умеет. Что из этого интересное? Можно сыграть в города, мы задаем город, собственно она потом на последнюю букву новый город говорит, ну и потом мы опять говорим на ту же букву последнюю. Расскажи про день в истории. Это не игра, но почему-то она записана именно как в игры. То есть ты просто так говоришь, расскажи день в истории и она рассказывает какой-то факт. Не знаю почему это в игру, сюда записали в этот список, но это не игра. Интересная одна из игр верю-не верю. То есть мы говорим давайте сыграем верю-не верю, потом она говорит какой-то факт и мы уже говорим верим или не верю. И она говорит, правильно или неправильно. Ещё есть игра «Слова». Она мне не сильно очень нравится, но такая игра тоже присутствует. Что в этой игре? Она задаёт слово, потом из этих букв в этом же слове составит ещё одно слово. Новое. И последняя игра — это «Угадай мелодию». Я думаю, что эта игра сделана неправильно. Просто говоришь строчку песни, и она повторяет куплет этой песни и говорит, что это за песня. Я считаю, что должно быть наоборот. То есть она должна мне читать какую-то строчку, ну а ты должен угадывать, что это за песня. Я думаю, так правильно. Давайте сейчас из этого что-нибудь попробую. Давайте сыграю я в «Города» с ней для начала. В принципе, и так всё. Отлично. Вы называете город. Я говорю «Город» на последнюю букву и так далее. Только учтите, мягкий знак и буква и не считаются. Если вам нужна будет моя помощь, скажите «Дай подсказку». Говорите «Город», а я подхвачу. Киев. Волгоград. Вот я назвал «Город Киев», она назвала «Волгоград». И мне на букву «Д». Днепр. Раменское. Также, кроме этого, можно, если ты не знаешь, что это за город, допустим, нажимаем «Что это?» И мы узнаём из Яндекса, где это находится. Это находится Россия. И даже есть фотографии. Давайте дальше продолжим. Екатеринбург. Гавана. «Анстердам». «Марракеш. Хиты очень любили Марракеш. И пели про него. Вот Кросби. Стилсон Эш. Слушайте, приходите, наша». Кроме этого, что она говорит «Город», она может ещё говорить какие-то факты. Если это какой-то город такой неизвестный, но и в том же случае что-то в нём есть интересное. Ладно, давайте закончим эту игру. И вот я закончил играть в «Города». Давайте сыграем «Верю-не верю». Давайте сыграем «Верю-не верю». «Конечно. Вам просто нужно сказать, верите ли вы тому, что я говорю или нет. В каждом раунде по пять вопросов». «Начинаем. Крокодил не может высунуть язык». «Так, она сказала, что крокодил не может высунуть язык, и я должен сказать, верю или не верю. Я скажу, верю. Хотя, давай, не верю». «А стоило бы, язык крокодила по всей длине прикреплён к нижней части пасти, поэтому высунуть его крокодил не может, в отличие от аллигатора, который на это вполне способен. Окей, не останавливаемся. Викинги верили, что мужчина, умерший в своей кровати, попадает в арт. Верю. «А вот и нет». Опять неправильно. «Викингов. Они всего лишь попадали в загробный мир, где всегда лежал туман. Такой вопрос. Австралийские аборигены съели Кука». «Не верю». «Вам просто нужно сказать, верите ли...» «Не верю». «Правильно. На самом деле, капитан Джеймс Кук погиб в стычках с жителями Гавайских островов, и товарищи по экспедиции похоронили его в море. Поехали дальше». «В Финляндии тысяча озер». «Не верю». «Вас не проведешь. Их гораздо больше. Около 190 тысяч». «Едем к следующему вопросу. В Лос-Анджелес основали русские поселенцы». «Не верю». «И правильно. В Калифорнии действительно была российская колония Форт Рос. Но севернее. У вас три с пяти. Хотите еще?» «Вот так. Остановим пока месть. Вот, в принципе, я и поиграл в эту замечательную игру. Верю, не верю. Всего лишь пять вопросов. И на них я, в принципе, ответил. И два ответил неправильно. И давайте закончу я эту игру. Можно сказать «закончить» или здесь вот написано «Мы нажимаем». «Отлично. Будет скучно. Обращайтесь». «Давай сыграем в «Угадай мелодию». «Я угадаю любую мелодию с семи нот. Напомните мне какую-нибудь строчку из песни на русском языке». «Только рюмка водки на столе». «Только рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном. Тихо болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Григорий Лепс». «Рюмка водки на столе. Если я ошиблась, вы можете попросить меня поискать другие варианты с этим текстом». «Если все правильно, я могу попробовать угадать еще одну песню. Просто скажите строчку». «Между нами тает лед, пусть тебя никто не найдет». «Закрой глаза. Все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь в теплой постели, волосы волнами по твоей шее. Касание трепетное, безмятежное. Мы, видимо, нашли грибы. Тает лед. Если хотите, чтобы я угадала еще какую-нибудь песню». Давайте я закончу. Ну, в принципе, поняли, как это работает. Но это, я считаю, не игра. Лучше бы это было наоборот. Она мне говорила строчку, а я уже угадал, что это за песня. Было бы интересней. «Отлично. Будет сложно. Обращайтесь». Ну и давайте напоследок «День истории» ее спросим. «Расскажи про день в истории». «С радостью. 21 ноября 1905 года. Публикуется статья Альберта Эйнштейна, которая приводит к формуле эквивалентности массы энергии, энергии равна массе, умноженной на квадрат скорости света». «Ну и давайте я закончу». «Отлично. Будет скучно. Обращайтесь». «Ну, в общем, все, что хотел, я вам показал. Как играть слова я не хочу. В принципе, это мне игра не очень интересна. Вначале я вам рассказал, как в нее играть. Ну и показал все функции, которые здесь работают. Почему «Расскажи день в истории» эта игра я не понимаю. «Угадай мелодию». Мне кажется, неправильно работает. Лучше бы она мне задавала бы какую-то строчку, а я уже отгадывал. «В города», а также «Верю-не верю». Это интересно, поиграть с Яндексом Алисой. В общем, все, что я вам хотел показать в новом обновлении в Яндекс.Алисе, то, что она умеет играть, я вам показал. Подписывайтесь на мой основной канал, подписывайтесь на мой лайв-канал, ну и также «Стокер-шоу». Также не забудьте поставить колокольчик трансляции, который я буду делать. Не знаю пока когда, а чтобы не пропустить, ставьте колокольчик. Ну а с вами был «Стокер», всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok